Рынок новостроек 2019 Организатором выступает комитет пожилой недвижимости, который организован 12 крупнейшими строительными компаниями, которые хотят надолго оставаться на рынке, хотят делать лучший продукт. Для этого им нужно очень четко на кончиках пальцев ощущать этот рынок. Мы для этого собираемся, приглашаем ведущих аналитиков, которые рассказывают нам о состоянии рынка. У нас есть аналитики, которые к нам приехали из Иркутска, которые сегодня выступят с докладом об изменении демографии, поскольку у нас семья меняется, меняется требование к квартире, и как под этот спрос нам необходимо формировать новый продукт, новую квартиру. У нас архитекторы, это российское представительство, шведская компания Сэмран Монсон, которые, собственно, уже научились работать с этой, как у нас называется, новой квартирографией для новой семьи. Они покажут свои разработки, которые они уже делают и в Питере, и в Москве, у них даже есть проект в Иркутске. То есть вот такой подход новый, он уже в России становится востребованным. Ключевые участники 50 крупнейших застройщиков Новосибирской области – это 80% рынка новостроек. Кроме того, к диалогу присоединяются 10 агентств недвижимости и 10 крупнейших банков, которые представляют 90% рынка ипотечного кредитования. Такой анализ задает вектор дальнейших действий. В текущем моменте, конечно, рынок стоит на таком, нельзя сказать, перепуте. Это, скорее, некая неопределенность, как будет реформировать целую отрасль. Что будет происходить в процессе перехода на новую схему финансирования жилищных проектов. Это, наверное, сегодня ключевой вопрос, который волнует большинство застройщиков. Но, с другой стороны, это, в общем-то, такой фактор технический, под который со временем отрасль подстроится. При этом нельзя забывать, что все-таки рынок функционирует под потребителя. Он должен улавливать, в первую очередь, то, что происходит с покупателем. А схема финансирования – это уже некий технический момент. Буду рассказывать про два наших практических кейса. Первый кейс будет называться «Швейская квартира. Квинтэссенция. Дизайн и эргономики». Второй кейс будет называться «Оценка эффективности проекта на ранних стадиях проектирования». И, в общем-то, мне и нам хотелось бы познакомить девелоперов из Новосибирска со шведскими планировками, с комплексным подходом к проектированию. А на втором кейсе я буду рассказывать о том, что на самом деле можно принимать правильные институтные решения буквально на стадии концептуального проектирования. В минувшем году в Новосибирске планка по сдаче квадратных метров перевалила за 1,6 млн. Если рассматривать цифры в масштабах страны, то рекорд 2015 года, когда объем ввода жилья достиг 85 млн. кв. м. пока не побит. За последние три года спад произошел почти на 10 млн. С какими цифрами завершится этот год, покажет время. Анастасия Овчар, Яна Скомарохова. События. РБК Новосибирск.